Всем привет! 20 мая на Ghost.ua выложили собственный гайд на течиса, о чем они и заявляют. Я в принципе только за, потому что в англоязычном комьюнити немного не хватало современного, актуального гайда на магического минера. И хорошо, что теперь наши англоязычные товарищи смогут играть на этом течисе. Но мне хотелось бы показать вам несколько интересных моментов, которые вызвали у меня вопросы. А начать предлагается сравнение внутриигровых гайдов. Моего и гос.ua. Гайд в гос.ua был добавлен 14 мая, 7 подписчиков. Мой гайд был добавлен 13 декабря, 41 765 подписчиков. Итак, стартовый закуп. Две фласки, две пачки танго, сентряк, две кларетки. А у меня две фласки, две пачки танго, сентряк, две кларетки. Совпадение? Посмотрим. Здесь уже рассмотрим ключевые предметы на игру для течиса. Это соло ринг, это арканы, это аганим, актарин, блудстоун. Именно в таком порядке. Здесь у меня это соло ринг, арканы, аганим, актарин и блудстоун. Ну, стоит отдать должное, что предметы по стадиям распределены по-другому. Да, в ранней игре сперва появляется именно коричневый тапок, а потом уже арканы. Тут явно новаторство и собственные наработки компании гос.ua.i. Дальше идет больше. У нас ситуативно в каждой игре увлайте свои предметы. Это может быть EU, может быть IONDISC или что-то еще. У меня это вообще другие предметы. Ну, тут уже явно пошло свое. Пошло творчество. Сборка способностей. Ну, наверное, не буду проходиться по каждой. Просто скажу, что они полностью совпадают. Все ссылки я привожу в описании, в подтверждение своих слов. Поэтому здесь все полностью идентично. И, ну, собственно, эта версия внутриигровая. Сравнили. Какие-то моменты для себя поняли. Так, к слову, нашел профиль человека, который добавил этот гайд в стиме. Ну, дота-бафи. Ради интереса решил посмотреть и выиграть на течсе. Сейчас чуть пониже. Нет, он еще не здесь. Нет, и не здесь. Да, настолько, да. Это одна игра месяц назад. Это поражение. И когда 0.75? Ну, опять же. Может быть, этот человек просто выложил гайд, а разрабатывал и кто-то другой. Все может быть. Или это вообще сморф аккаунт. А на мейне у него там очень много игр на менюре. Едем дальше. Теперь продолжим уже на их сайте. На текстовой версии гайда. Здесь вступление, план гайда и вот стартовые предметы. Ну, это скриншот внутригрового гайда. Здесь объясняется, зачем вам нужно много регена. Из-за того, что вы часто будете использовать бластов, то вам необходимо восстанавливать хп после него, да? Потому что портаться вы часто не можете. А немножко колория так вам нужна, потому что вы будете очень много маны использовать своими способностями. Да, это и мины, и суицид одновременно. И говорится, что в идеале стартовый закуп должен быть такой. Теперь посмотрим, как я это объяснял в гайде от 15 декабря прошлого года. Давайте посмотрим, какой у меня закуп. Этот закуп не меняется из игры в игру вообще никогда. Только за исключением тех случаев, когда мне нужно купить курьера, когда я продаю с антревард, покупая курьера. Да, такое тоже бывает на высоком рейтинге. Я покупаю 6 танго, 2 фласки, 2 кларити и с антрим. Почему так? Достаток в том, что он забирает половину хп. Именно для этого мне не нужно так много хила на линию, чтобы вот так вот размениваясь, я продолжал сохранить эту способность за собой и не терял актуальности в игре. И не буду забирать много вашего времени. Все, кому хочется досконально проверить мои слова, могут перейти по ссылкам и сравнить вручную мои гайды и вот этот текстовый гайд от гос.в.и. Дело в том, что мои гайды это 60 минут по времени, где я максимально подробно описываю геймплей за течица, что, как и почему нужно делать. Здесь же я просто покажу вам еще один момент, кроме всех прочих моментов, которые также совпадают. Это треугольник. Да, то есть, ловушка в виде треугольника, которую первым именно в виде гайда писал я. Вот как это было 26 декабря прошлого года. Итак, мы научились строить треугольники, которые убивают врагов и на пятом, и на седьмом уровне почти наверняка. Исключение составляют герои, которые контрят меню своими способностями, да, то есть могут сбросить в себя отцепенения. Еще хотел добавить, что единственное расхождение все-таки есть, но оно визуальное. Это именно именины в боковой лавке, то есть расположены они здесь на этом скрешете абсолютно неправильно. Я не знаю, по какой причине это сделано, случайно, преднамеренно, просто вам говорю, чтобы вы тоже были в курсе. А во всем остальном, вся текстовая часть полностью соответствует той концепции, которую я описывал в гайдах еще 5 месяцев назад. Также хотел показать один момент, который меня очень, не знаю, как-то тронул, что ли. Вот здесь говорится о том, что мины надо ставить, когда вы возрождаетесь, когда вы на базе находитесь, какую-то лишнюю секунду ждете к ДТП, чтобы потом с 25 уровнем их двигать. Это вот тот вопрос, на который я отвечаю уже несколько месяцев подряд на стримах, зачем ты ставишь мину на базе, на фонтане. Ну, да ладно. Я думаю, с вторым гайдом мы закончили. Что я об этом всем думаю? Я считаю, что гос.в.е. поступает неправильно. И я попробую объяснить, почему я так считаю. Да. Только играют люди относительно в открытом доступе. Вот, я открыл просто случайно игру. Высокого рейтинга. 5 часа играет. В принципе, по моему закупу, по моему билду. По билду гайда гос.в.е. Тут уже, смотря чью точку зрения, слушать и придерживаться. Но, дело в том, что первым, кто пытался именно научить других людей играть на течисе, вот по такому способу, был я. Да, то есть первый гайд, который был выпущен, именно с таким плейстайлом, с таким item build'ом, это был мой гайд. И я ничего не имею против того, чтобы другие люди делились этим гайдом. Показывали другим, чтобы рассказывали о нем, улучшали в целом, как на течисе играют в доту люди. Но гос.в.ай. это коммерческая организация, которая занимается тем, что делает уникальный контент. Пишет уникальные гайды по их же словам. И они используют все эти ресурсы, как коммерческая компания, чтобы коммерциализироваться. Продавать это все, получать какие-то платные подписки, продавать рекламу и так далее. Это их дело. Но они использовали мой бесплатный гайд в своих интересах, не указав меня как автора. Я считаю, что это неправильно. Почему тот же Миракл не возмущается, когда его сборки на героях, допустим, берут в качестве гайдов, используя, чтобы кого-то научить. Потому что его цель это совершенствоваться самому и вырвать турниры, чем он и занимается. А мой контент, он в том числе образовательный. В том числе нацелен на то, чтобы научить людей играть на персонажа. И поэтому я с радостью готов вам поделиться с любым. Но не если вы берете его, чтобы коммерциализироваться, еще и не указывая источник. Что я хочу от всего этого? Не хочу ни в коем случае, чтобы гайд удаляли. Я не хочу, чтобы не заплатили денег за него. Нет, я же сам выложил его в открытие доступа. И я рад, что его перевели на английский язык. Теперь он доступен более широкой аудитории. Но что такое гайд? Гайд это обучающий материал. В данном случае по конкретному персонажу. И этот материал, он именно мой. Потому что я первый задался целью научить людей играть таким геймплеем, такой сборкой персонажа. Это легко проверяется. Я выпустил гайд в стиме, выпустил гайды на ютуб. Все это произошло еще в декабре прошлого года. И спустя полгода, гос.у.и повторяет мой путь. Я не понимаю зачем. Если ребята добавят меня соавтором к этому гайду, у меня не будет никаких к ней претензий. Кто я вообще такой и почему считаю, что имею какое-то отношение к мете Течеса и тому, как на нем играть? Ну вот, например, что говорит обо мне профессиональный игрок. Заяц из Нави. А вот, например, шутка, но тем не менее показывающая отношение ко мне. И что вообще во мне думают заметные личности в СНГ от Энесса? Это типа получается Заяц и Лил, у нас два человека, против которых надо падать в Текисе. Да нет, много кто играет уже на Текисе. В СНГ? Именно в СНГ только Заяц. А, ну в СНГ. Нет, в мире, в мире. Это два. Я там... Два. Короче, по тренирую. Он говорит, у нас, у нас, в СНГ. У нас два таланта. Родные. И травоман. Скоро на замену в какую-нибудь команду войдет, чисто шестой игрок. Просто берется Текис, он как-то с компа выгоняет. Ну, кстати, слушай, а мне кажется, так и должно быть, когда мы получим вот такую же систему, как там какой-нибудь ОВЛ, где 12 игроков в составе. И вот мы будем иметь, соответственно, два состава, и у нас пусть специфика просто чилы дупу заменяются, когда им пикают там Текиса и каких-нибудь других подобных. Вообще, это довольно было бы прикольно. Ну, как бы, мы такого никогда не... Ну, такого никогда не будет. Но, как бы, травоману надо посмотреть. Эх, эх. Ну, просто, элки-то. Или вот в качестве примера запись со стрима Дэнди. Дорогие друзья, если вы не травоман, не берите Текис. Пожалуйста. А вот, например, что сказал Нун. Насколько я помню, это самый сильный Текис в паблике. В котором говорят. Вы там, кстати, можете проверить по айдишке, что это действительно я, а не кто-то еще. После всего этого, очень интересно заглянуть в комментарии на сайте гос.у.ай, где, кстати, те, кто уже знаком с моим творчеством, написали, что гайд принадлежит мне. Там сотрудник компании отписался, что в первый раз видит такой ник. Хорошо. Но, кроме того, он пишет, что я занимаюсь самопиаром за их счет. Очень странно слышать такое от компаний, которые пиарят себя за счет чужого присвоенного контента. Я вам все рассказал. Понравилось? Ставьте лайк. Сотрудник гос.у.ай? Ставьте дизлайк. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!